здравствуйте мои дорогие рукодельницы подписчицы и зрительниц канала меня зовут елена ермина сегодня я предлагаю вам повязать крючком и к вашему вниманию предлагаю вот такую замечательную модель кофточка туникам посмотрите какая она нежная туника связана в двух техниках крючком и спицами интересная изысканная модель придает образу так узнаете невинность женственность подчеркивает все достоинства и скрывает все недостатки фигуры мне данная модель туники понравилось я захотела вам ее предложить может быть кто-то из вас свяжет а теперь давайте вместе разберем принцип вязания что у нас вверх туники вяжется спицами вниз присоединяем рабочую нить и вяжем уже крючком выполняем прибавки по всей длине для того чтобы расширить немного тунику в районе бедер также вяжем в точной рукав крючком детали кокетки переда и спинки связано полностью спицами крючком только низ и рукава также обвязка края очень легкая простая кайма идет по низу по рукавам и этой же каймой обвязан вырез горловины в конце видео вы найдете вот эти все схемы вязания вот эта схема половина детали кокетки которые вяжутся спицами для переда здесь вы посмотрите каким образом выполнить прибавки для расширения по линии груди и связать пройму сформировать красивое закругление для оката рукава вырез горловины на деталь перед вяжется просто прямоугольной формы вот эта деталь каким образом связать спинку здесь приведена на схеме половина остальная часть вяжите по симметрии только в зеркальном отображении также каким образом выполнить прибавки сформировать пройму сделать убавление для оката рукава а вот эта схема она предназначена для того чтобы оформить красивый вырез горловины на детали спина следующая фотография здесь вы найдете выкройку данной модели туники размеры можете по этим размерам выполнить расчет нас тот размер который вы собираетесь вязать и вот расписаны убавки сколько петель сколько раз очень удобная выкройка если конечно разобраться и вникнуть не сам основной узор для вязания кокетки спицами давайте рассмотрим значит у нас здесь первый ряд лицевые петли далее у нас идут во втором ряду все петли вяжутся изнаночными третий ряд кругляшок накид вот этот элемент это 2 вместе лицевой с наклоном влево визнан по изнаночной стороне все петли и включая накиды вяжутся изнаночными петлями значит 5 ряд а все петли лицевые в шестом ряду здесь вот уже вяжите по схеме здесь есть петли лицевые изнаночные и далее вот этот элемент у нас две петли вместе с наклоном влево а вот этот элемент обозначает две петли с наклоном вправо кругляшок накид черточка изнаночные петли пустой квадрат лицевые петли нумерация рядов указано справа также количество петель сколько необходимо набрать для образца тоже указано снизу вот эта схема эта схема и вязания основного узора которым связаны рукава и низ туники вот этот узор мы сейчас с вами будем вместе вязать я вам покажу мастер-класс как кажется вот этот элемент также вы можете посмотреть как вяжется этот элемент наглядно в картинках с чего начинается вязание сначала вы вяжете деталь переда деталь спины выполняйте сборку по линии плеч смотрите мастер-класс у меня есть на канале каким образом я соединяю детали связанные при помощи крючка либо спицами здесь у нас идет шов сшиваем по бокам два шва два боковых швам всю сборку выполнили можете сделать обвязку горловины обвязка горловины выполняется вот по этой схеме вот она там где рукав далее можете связать вточной рукав схема здесь рукав по схеме вяжется снизу вверх заканчивается вязание вот в этом ряду и пришиваете по линии оката для опытной рукодельницы могут вязать рукав сразу набираем петли и просто вот присоединяют вот этот рукав к основному полотну детали перед и спинки но это могут сделать только опытные начинающие руководствуются схемы и вяжут четко по схеме меняете только размер полотна высчитывайте необходимую ширину не вяжете рукав уже по своим меркам после того как вы полностью связали кокетку связали рукава обвязали горловину приступайте к вязанию не за туники не станете вяжется вот по этой схеме набираете узором который мы сейчас с вами будем вязать и вяжите до нужной вам длины изделия здесь вот этот узор вяжется по кругу только по лицевой стороне а так этот узор можно вязать прямыми обратными рядами и по кругу вот в этих местах где вот 3 воздушные петли это начало вязания заканчивается следующий ряд видите он сразу же присоединяется предыдущему и опять уже начинается с 3 петель подъема то есть на схеме легко то есть очень хорошая схема хорошо читается и вы с легкостью свяжите вот эту кокетку в плане прибавлений какие в каких местах и сколько раз прибавлять для расширения кокетки вот на этой схеме прибавки они выделены более темным цветом вот видите здесь прибавка у нас идет начало прибавки вершина второго столбика с одним накидом и провязывается столбик без накида между элементами что мы сделали 1 прибавку 2 прибавка по полотну 3 прибавка и через 1 2 3 4 5 каждую через каждую пятую арочку вы делаете по прибавке это у нас получается 1 прибавка начинается 1 2 3 4 в пятом ряду далее значит провязали 6 ряд следующая прибавка 1 2 3 4 5 6 7 то есть следующая приводку уже через 7 рядов и опять вот на схеме здесь видно не что нас 1 прибавка 2 светом выделено 3 следующая прибавка у нас идет раз два три 4 5 6 7 через 7 рядов получается в восьмом ряду вот первая в прибавка 2 так и 3 вот так вот плавно постепенно делайте переход и выполняйте прибавок столько сколько вам необходимо для того чтобы у вас была свободная посадка по линии бедер я думаю что это туника подойдет абсолютно всем и для худеньких стройных девушек и для дам с пышными формами так как она очень выигрышно подчеркивает все достоинства женской фигуры линию груди здесь достаточно открытый вырез горловины это идеально для летних моделей и также можно подчеркнуть осиную талию и скрыть например полные бедра либо наличием женского небольшого животиком модель очень женственное нежное мне она понравилась может быть я даже ее и свяжу на летний период также можно удлинить рукав связать его гораздо длиннее может быть до локтя выше локтя либо три четверти рукав можно и не взять навязать крючком можно связать таким же узором спицами а можно вообще всю тунику связать крючком или спицами кому как больше нравится мы сейчас с вами разберем принцип вязания узора которым связано баска так буду называть ее вниз туники вот поэтому по этой схеме значит у нас количество рядов в аэропорте всего лишь 2 1 2 3 по вяжется как 1 4 как 2 то есть вот эти два ряда с 1 по 2 по 2 мы все время повторяем а раппорт узора у нас 4 петли то есть при расчете необходимо крыса петель делить на 4 приступаем к вязанию для образца набираем цепочку из 25 воздушных петель будем с вами вязать 1 2 3 4 5 6 6 рапортов 25 делим на 4 получается 6 рапортов плюс 1 петля для симметрии узора цепочка набрано 25 петель плюс одну две петли набираем для удобства вязания приступаем к вязанию первого ряда я свяжу одну воздушную петлю подъема и во вторую петлю цепочки вяжем столбик без накида раппорт узора начинается со столбика без накида цепочка 5 воздушных петель пропускаю 3 петли цепочки раз-два-три в основании 4 петли вяжем столбик без накида и вот этот столбик без накида он у нас начало 2 раппорта раппорт у нас всегда начинается со столбика без накида цепочка 5 воздушных петель пропускаю 3 петли 1 2 3 в основании 4 петли вяжем столбик без накида с этого столбика начинается 3 раппорт пропускаем 3 петли 1 2 3 в основании 4 вяжем столбик без накида это начало следующего раппорта давайте я свяжу за кадром заканчиваем ряд столбиком без накида вот таким образом давайте проверим сколько у нас раппорт 1 2 3 4 5 6 6 вот таких вот арочек цепочек и по самому раппорту значит мы связали первый ряд ширина раппорта у нас 4 петли в основу раппорта входит столбик без накида и цепочка из 5 воздушных петель приступаем к вязанию второго ряда схемы читаются справа налево здесь вот направление вязания указаны стрелками вяжем 5 петель подъема и вот такой вот элемент мы сейчас с вами его вместе свяжем приступаем к вязанию крайнего ряда раппорта второй ряд цепочка 5 воздушных петель разворачиваем за не на другую сторону 2 накида на крючок поверх цепочки из 5 воздушных петель провязываем столбик с двумя накидами 1 накид на крючок и вот здесь вот находим вот такой вот переход здесь у нас первая перемычка и 2 вот за эти перемычки мы сейчас будем вязать столбик с одним накидом накид вводим крючок под 2 петли и провязываем столбик с одним накидом накид опять же в это место под 2 петли вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом в результате такого вязания у нас связано три столбика с одним накидом на ножке 1 воздушная петлям переходим к вязанию 2 раппорта 2 накида на крючок поверх цепочки вяжем 1 столбик с двумя накидами накид и находим вот эти две перемычки их сразу видно прокалываем крючок за две петли вяжем столбик с одним накидом накид и в это же место по 2 перемычки по 2 петли вяжем столбик с одним накидом все связали второй раппорт 3 столбика с одним накидом на ножки давайте еще раз несколько раз про вяжем 1 воздушная петлям 2 накида на крючок поверх цепочки мы вяжем один столбик с двумя накидами накид под две петли вяжем столбик с одним накидом накид и опять же вяжем столбик с одним накидом 1 воздушная петлям следующий раппорт 2 накида на крючок поверх цепочки вяжем 1 столбик с двумя накидами накид находим вот эти две перемычки и подавать эти две петли прокалываем крючок вяжем столбик с одним накидом в это же место провязываем 3 столбик с одним накидом между элементами вяжем одну воздушную петлю давайте еще два раза свяжем 2 накида на крючок поверх цепочки вяжем столбик с двумя накидами накид находим необходимые нам нужные петли и вяжем 2 столбика с одним накидом 1 воздушная петля заканчиваем вязать крайне раппорт узора поверх цепочки провязываем столбик с двумя накидами 1 накид находим 2 петли вяжем в это место под 2 петли 2 столбика с одним накидом здесь у нас по схеме нет воздушной петли а вяжем мы с вами уже столбик с тремя накидами вершину столбика без накида для того чтобы выровнять ряд по высоте все закончили вязать рапорт такой вот очень легкий простой воздушный узор как раз идеален для жаркого лета получается у вас то что нужно скрыть скрываете чтобы не было жарко вяжите крючком вот такой вот такую баску для того чтобы продолжить вязание перемотайте вы можете перемотать видео на начало вязание первого ряда и вязать вместе со мной с 1 по второй ряд либо мы сейчас с вами продолжим переход одного рапорта к другому я вам покажу как начать вязать первый ряд по счету это 3 2 раппорта 1 воздушная петля разворачивай за не на другую сторону и вершину столбиков с тремя накидами под костичку это значит под переднюю заднюю стенку вводим крючок вяжем 1 столбик без накидом цепочка из 5 воздушных петель между элементами там где у нас вязалась воздушная петля поверх вот этой петли провязываем 1 столбик без накида цепочка 5 воздушных петель между элементами поверх воздушной петли вяжем столбик без накида цепочка 5 воздушных петель опять между элементами поверх одной воздушной петли вяжем столбик без накида 5 воздушных петель между элементами поверх воздушной петли столбик без накида 5 воздушных петель между элементами столбик без накида 5 воздушных петель заканчиваем вязать ряд провязываем в первую петлю цепочки вот она это первая петля от столбика с одним накидом вяжем столбик без накида все связали первый ряд 2 раппорта далее вы вяжете второй ряд и повторяйте вязание здесь можно повторять с 3 по 2 то есть вяжите третий ряд 2 3 2 3 2 до нужной вам высоты как выполнить прибавки смотрите схему просто через определенное количество вот этих арочек вяжите дополнительную арочку все очень просто все схемы для вязания данной модели кофточки и туники вы найдете в конце видео также есть они в свободном доступе в интернете а я с вами не прощаюсь что вас завтра на очередном мастер-классе заходите ко мне в гости каждый день не смотрите мои видео также не забывайте подписываться на канал и включите колокольчик на все все виды опорещения чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов с вами была елена армина всем пока пока до новых встреч а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...